И здравствуйте дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео по F1-2019 по онлайну и сегодня у нас видео по виртуальному гран-при России, которое организовала в Сочи автодром, поэтому должно было быть, должен был быть стрим, но что-то как-то мне сказали, что он начал подлагивать, поэтому я решила его отключить и вы видите видео в более хорошем качестве. Также еще вы можете слышать эхо, это связано с тем, что у меня сейчас немного не хватает одной вещи в комнате, поэтому ну как бы да, вам придется слушать мое эхо на протяжении сегодняшнего видео и возможно сегодняшнего стрима по формуле 0. Короче ладно, у нас быстрый круг квалификации, пока что я на седьмой позиции, время было плохое, но на последней попытке я кстати достаточно сильно улучшал, мог хорошо ее проехать, но немного подзапорол я бы так бы сказал первый сектор, ну и третий тоже. Короче круг можно было бы улучшать еще на 2-3 десятки, что дало бы мне плюс одну позицию, но как получилось, так и получилось, собственно говоря, пока что я иду типа с лучшим вторым сектором, но это неправда. Я отстаю достаточно сильно уже от Олега Нападовского, который едет пока что на позиции под номером, точнее остается в квалификации на промежуточном поуле. Ну и собственно говоря, проходя последние 2 поворота, я уже опускаюсь на 8 строчку, но эти 2 поворота я прохожу достаточно хорошо и это меня выводит на позицию под номером 4. Впереди кстати Кирилла Прытина, также Полякова, ну впереди многих кстати сильных пилотов, но Шеверталов, мой напарник в постой роста, к сожалению остался впереди. Ну в принципе поставил переднее крыло на единичку, слил топливо, тактика soft medium, ничего такого удивительного нету, ну и отправился, собственно говоря, стартовать. Ну и тут у нас газ в огне стартует, гран-при России стартуем, мы все достаточно хорошо, я остаюсь в базе у Шеверталова, он не может мне закрыть калитку, ну и он меня пытается отжать как можно больше на внутренней траектории, но этого у него не выходит. Достаточно хорошо кстати оттормозился, но он срезав поворот меня прошел. Думал как-то попытаться помнечь траекторию и с ним тут удержаться, но скорости мне тут не хватило и решил просто пока что приехать за ним. Нападовский пока что удерживает лидерство, ну а Поляков ищет уже место где бы меня атаковать. Еду я такой спокойно себя за Шеверталовым, думаю сейчас меня в самом неабонном повороте не будут конечно же атаковать, но это ж картингисты, это ж Поляковы, это Шеверталовы, это все вот эти вот люди и он меня атакует. Из-за этого мне не остается места, мне дают нелегальный обгон, я его пропускаю, он меня задевает, ну и собственно говоря я еще и Прынтина пропускаю, чуть Кислика не пропустил. Короче, получился какой-то сумбур, ну и этим самым я проиграл две позиции, я опустился на шестую строчку. Ну а Прынтина уже пытается атаковать Полякова, но скорости пока что ему не хватает и он остается пока что на пятой строчке. Ну а Шеверталов достаточно хорошо ехал первые несколько кругов и смог держаться за Арсеном и Олегом, это прям меня очень сильно удивило, но у него тут давно был хороший темп. Получил первое предупреждение, да, здорово. Ну и продолжаем, собственно говоря, первый круг, последние два поворота. Кисляк на меня уже наседает, я наседаю на Прынтина, ну а Поляков пытается как-то оторваться от Кирилла, ну и у меня по традиции происходит правилах игры. Дальше на втором круге я ловлю вообще самую тупую срезку и получаю свои первые три секунды. Ну как-то ну не очень это классно, когда на втором круге получается уже три секунды штрафа. Ну а на четвертом круге из-за сноса меня проходит кисляк, ну и я опускаюсь уже на седьмую строчку и вообще у меня темпа на комплекте софт вообще не было слова совсем. Я не понимал как этот комплект работает и он у меня очень сильно перегревался, особенно задние покрышки. Но тут я просто допустил ошибку. Так же как и на шестом круге. Все вы давно видели смешное видео а-ля мем, где я, да, разворачиваюсь лайк Себастьян Феттель. Тут я решила это вставить без гиперзвука, чтобы у вас не было минус уши. Ну и да, я опустился сначала на восьмую строчку, потом Прытина тоже развернула на кочке. Ну и я на, собственно говоря, седьмой строчке был. Дальше у нас также заехал Поляков на седьмом круге. Ну а я на восьмом круге заезжаю, можно сказать, раньше всех кроме Поляков, потому что я вообще единственный заехал из-за лидирующей группы. Если я еще в лидирующей группе остался. Ну а в принципе вперед меняя за счет моего разворота проехал только Костин. Костин, да, но это в принципе нормально. Дальше у нас происходит великолепный баг Дениса Бученкова. Не знаю, что там у Дэна произошло, какую он там передачу подрубил, но он просто улетел с моего питлейна куда-то вперед. Ну в принципе ладно. Я выезжаю на четырнадцать строчки и начинаю просто атаковать как можно могу. И в принципе я на десятом уже круге подъехал к Алексею Несову. Кстати, да, с нами ехал пилот Формулы 4 Алексей Несов. Ну и уже началась волна питстопов. И за счет андерката я отыграл четыре секунды до Костина, который я проиграл из-за разворота. Сморда на развороте я проиграл от восьми до десяти секунд. Но в принципе четыре из них я наверстал. На двенадцатом круге мы догнали Суворкина. Его Костин уже прошел в начале второго сектора. Ну а я чуть не убился об него, потому что он тормозил прям очень рано. И слава богу я ничего не сломал. Но была сильная блокировка колес и я сильно пролетел поворот. Ну и я решил, что его надо атаковать прямо сейчас. Его обязательно надо проходить. Его сносит, меня тоже сносит. Ну и я подрубив все что можно, решила, что прям надо любыми путями его пройти. Сильно быстро я к нему не подъезжал. Но все-таки этого хватило для того, чтобы его пройти, собственно говоря, и выйти на одиннадцатую строчку. Дальше мы догнали Ягупова с Костиным. Ну и на зоне ДРС Костин проходит Ягупова. Я прохожу Ягупова. Ну и я не рассчитывал вообще проходить Костина, но он пролетает точку торможения. Блокирует колеса, из-за этого у него плохой выход на эту дугу. И я решила по внутренней траектории попытаться его пройти. И это у меня получается. Просто легко я уже обгоняю и Костина выхожу на девятую строчку. Но еще заехали не все пилоты. А на шестнадцатом круге мы догнали моего напаренька Кирилла Медникова, ну и Эдуарда Царева. Ну и тут получился очень интересный момент, когда мы тут по переговорам в Дискорде пытались как-то смониторить ситуацию. Я по внутренней траектории пытаюсь их всех пройти, но, к сожалению, Царев проскакивает еще вперед, бьет меня в борт. Медников еще и справа оставался, из-за этого он еще и Костина пропустил. Костин решает нырять внутрь и как-то попытаться меня пройти вообще в необгонном месте. Но у него это, слава богу, не получается, он получает просто предупреждение за срез. Ну и Царев сворачивает на этом круге в бокс. Просто гениально. Ну и Костин остается позади меня. И, конечно же, в трех десятках позади он находится и должен меня просто атаковать. Подрубает он ДРС и все. И у меня нет шансов на то, чтобы удержать свою позицию. Ну и, собственно говоря, я ее и проиграл. Кстати, тут был достаточно опасный маневр, он зачем-то смещался в меня. И из-за этого он прям в стену меня мог запулить. Дальше у нас 21 круг. Я все время держался за ним и просто ждал, когда я смогу быть достаточно близко для атаки. Также он достаточно опасно смещался напрямой. Но я смог все-таки его пройти даже еще до точки торможения и выйти обратно на шестую строчку. Дальше происходит еще один инсульт трехсекундного штрафа. И я получаю уже вторые три секунды. И суммарно у меня уже шесть секунд штрафа. Классно. У Костина их девять, но он пытается как-то меня пройти. Подрубил, наверное, все, что можно. Я тут спрашиваю про его секунды. И пытается меня атаковать вообще тут, где нежелательно атаковать. Ну и ничем хорошим это не заканчивается. Он пролетает в поворот и, собственно говоря, все. После этого он меня догнать не смог. Он отвалился больше, чем на секунду. До Гисляка у меня было 10 секунд. Точнее, было их 9. Но из-за того, что он был слишком быстр по ходу этого этапа, быстрее меня, он отыграл еще секунду. Также на последнем круге поставил лучший для себя круг, потому что было у меня в запасе много топлива, еще и много ЕРС. Ну а победителем этапа у нас становится Олег Нападовский, который забирает два билета в Сочи. И если, конечно же, не будет такой же плохой ситуации с коронавирусом, то он, конечно же, поедет туда с кем-то. Вторым у нас приезжает Арсен Карданов. Он забирает у нас автограф Даниила Квята. Ну а третий у нас Юра Кисляк. Он забирает мерч Сочи Автодрома. Ну и, в принципе, по результатам вы все можете видеть, пока все тут доезжают, веселятся. Можно просто вот порассуждать о том, что это был достаточно интересный ивент от официального Сочи Автодрома. И, в принципе, мне этот ивент понравился. Надеюсь, что будут еще такие ивенты. Ну а сегодня уже Формула Зеро, сегодня уже второй, получается, третий, но как бы второй этап Лиги на трассе Хоккенхайм Ринг. Ну и, в принципе, посмотрим, есть ли у меня там вообще темп. Ну а на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok